Это двор дома номер 48 по улице Касимовское шоссе. Дворника здесь, как утверждают местные жители, никто не видел уже очень давно. Вместо него убираются сами. Конкретно здесь выходит мужчина, подметает и скалывает лед. А он, на секундочку, человек с инвалидностью. В подъездах история та же. Уборщицу последний раз видели в ноябре. После приходила она только по вызову, когда жители всю горячую линию звонками оборвали. И при этом за такое исполнение обязанности никакого перерасчета нет. В отчет на ваше обращение от 31.01. Рязанская ПМПК-3 сообщает, что на вашем доме проводится уборка лестничных клеток, закрепленной уборщицей. Согласно графику, влажная уборка выполнена 1.02. Все. Никакого перерасчета мы не получим в связи с этим. Дальше уборщица появилась буквально три раза. Вот с 1.02. Ну, как бы это не есть норма. Плата за уборщицу включена в строку содержания жилья. Сумма зависит от многих факторов, включая метраж квартиры. Да и деньги эти идут не только на уборку помещения. Однако, например, собственник трехкомнатной квартиры платит 1340 рублей в месяц. Ситуация ухудшилась после ремонта в подъезде. Всю побелку оставили на полу и стенах. Сказали, что уберут, когда закончится ремонт. Но, говорят жители, воз и ныне там. Пришлось частично мыть самим. Вот вчера я разговаривала с мастером, провела ее по подъезду. Говорю, вы видите, что побелка кругом. Она сказала, ну ничего страшного. Ведь раньше же вы мыли сами площадки, сейчас помоете. Ну, мы активны, как они говорят. Мы им уже надоели, мы их достали. Да, она говорит. Мне она вообще ответила, что я могу хоть в Москву звонить и писать. Однако, в управляющей компании РЭКС говорят, что уборщица в доме появляется строго по графику. Раз в месяц на влажную уборку, раз в неделю, чтобы подмести. А грязь в подъездах связывают с погодными условиями. Мол, то оттепель, то заморозки. Дорожки посыпают песко-соляной смесью, которую жильцы на подошвах подъезды приносят. Оттого грязно и было. Жалоб у нас особых по этому дому вообще не было. Просто там имеются отдельные люди, которые, может быть, хотят еще больше. Но это желание предусмотрено законодательством. Пусть обращаются, инициируют собрание, повышают тариф. Тогда частота уборки будет увеличена. Будут им убирать в соответственности от их желаний. Хоть каждый день. Только за отдельную плату, которая будет с тарифом за содержание жилья. Сейчас закон им это допускает. Жители дома говорят, что их беспокоит скорее отношение управляющей компании, которая с ними совсем не в контакте. Дескать, на жалобы отписываются, на просьбы не реагируют. Схожая ситуация была с деревьями во дворе, часть из которых уже лежит на проводах. Жители рассказали, что после обращения к мэру города приехали специалисты. Осмотрели деревья и спилили уже те, которые практически лежали на земле. Остальные пока стоят. Быть может, ждут своего часа. Редактор субтитров А.Семкин